В древнеславянском календаре дата 13 августа получила название Евдокимов день или в Евдокимово заговенье. Это последний день перед Успенским постом, когда разрешена скоромная пища. Успенский пост строгий, но не такой тяжелый, как великий. Обилие фруктов, ягод, овощей и грибов, а также новый урожай зерновых позволяют с легкостью перенести пост и неплохо разнообразить меню. Во время поста нужно воздержаться не только от употребления скоромной пищи, но и от веселья и развлечений. А молодым так хотелось вечером после тяжелого трудового дня отвлечься за плясками и песнями. Поэтому Евдокимово заговенье считалось молодежным праздником. Повсюду в этот день парни и девушки веселились, водили хороводы, подыскивали себе невест и женихов. Ведь скоро наступит покров, пора свадеб. К этому времени поспевала репа, из которой пекли пироги, делали квас, варили кашу. Репу ели в вареном, пареном и печеном виде. До появления картофеля этот корнеплод считался вторым хлебом. Помимо репы, к этому времени поспевали кабачки, огурцы, помидоры. Поэтому сельские жители много времени проводили на огороде. Считалось, что 14 августа нужно обязательно поработать в поле. Тогда и работа спориться будет. Вечером крестьяне просматривали и при необходимости чинили орудия труда. Плуг очищали от земли, мыли и прятали в сарай до весны. Если на 13 августа муравьи заделывают вход в муравейник, к дождю. Пчелы с утра в поле улетели, к хорошей погоде. Сильный ветер к снежной зиме. Туман утром быстро рассеивается к ясной погоде. Паутина летает, жаркие деньки продлятся еще долго. Густой туман над лесом к богатому урожаю грибов и ягод. Если над лесом густой белый туман, то пора идти за грибами. Что не рекомендуется делать 13 августа? Кричать и ругаться в доме. И выбрасывать остатки со стола.